Продолжение следует... Хотя бы в области патрулирования и понимания на мелком преступности, мелкого уровня, прекрасно знают, что там происходит. А все, что касается крупных национального значения преступлений, так называемых, как в Америке, федеральных, то можно и оставить это за МВД. Так что глобальная реформа здесь. Вторая глобальная реформа, как мне кажется, она будет в системе здравоохранения. Потому что достаточно серьезные полномочия у министерства сегодня. И мы видим, как развивается ситуация в этой области. Да и вообще, я думаю, что в конечном итоге определенная самостоятельность регионам, она нужна, она давно назрела. В принципе, крупные областные центры и крупные города. Да и в общем-то, Сеолы в состоянии сами себя, во всяком случае, сами себя прокормить. Можно быть там с небольшим, скажем, добавлением из центра и с разделением функций национальных налогов и локальных налогов. Ну а сам факт, что вот в ту сторону, возможно, будет двигаться. Не уверен в том, что будут политические послабления. Я имею в виду в плане воли свободы, воли изъявлений. Я имею в виду мысли и то, как определенная часть населения видит будущего государства. Но хотя бы это сейчас жизненно необходимо сделать. Так же, как и необходимо сделать налоговую реформу, о которой то начинают говорить, то заканчивают говорить. В частности, начинается отмена НДС. Но никто не касается там основных правил. Думаю, что сама экономическая ситуация нас подталкивает к тому, что существующая модель государства неэффективна. Более того, она пагубна и крайне расточительна. И не дает возможности государству развиваться в нужном направлении. У нас было 20 лет достаточно жирных для того, чтобы превратиться во второй Сингапур. К сожалению, мы этого не сделали. И главной причиной этому является именно политика. Поэтому тезис о том, что политика сначала экономика, потом политика, должен преобразоваться в политику, а потом в экономику. И уже далее будет все идти по нарастающей. На одном из публичных обсуждений, где проговаривались возможные будущие развития сценариев, я как-то сказал, что у меня ощущение, что народ сам себя оскопил. Каким образом? Главная политическая амбиция человека, по идее, это власть. Это говорят и психологи, и психотерапевты. А у нас получается так, что люди добровольно отказываются от любой претензии на самый главный, на самый сакральный аспект человеческой психики. Это направо на власть в пользу существующего лидера. В таком раскладе очень сложно будет, к сожалению, найти людей, которые смогут взять на себя хоть какую-то ответственность. И мы это с вами наблюдаем даже в рамках действующего правительства. Если нет прямого указания главы государства, правительство ничего не делает или высполняет то, что было сказано заранее. Соответственно, потенция у любого сейчас движения, она крайне низка. В первую очередь, на мой взгляд, что должен был бы сделать президент, это объявить новый кастинг на новых лидеров. И условием этого кастинга должна быть гарантия безопасности. Чтобы появившийся лидер не будет арестован, не будет притеснений, не будет как-то давления какого-то ни на него, ни на его семью. Думаю, что, в принципе, гражданских активистов, которые могли бы быстро переобуться, их много, они все сознательно дистанцируются от главных политических вопросов и не говорят на главные политические темы, хотя понимают их сущности, понимают основную проблему, существующую у нас в стране. Думаю, что если им разрешить говорить, они породят целый класс новых людей, которые говорить не испугаются. Большую опасность у меня вызывают не те, кто не стремятся во власть сегодня. Меня беспокоит обрезанное поколение будущего, которое примет эстафету буквально лет через 30-20. Они сознательно отказываются от измышления о политике, не думают о государстве, не думают ни о чем, кроме решения собственных каких-то насущных проблем. Поколение людей, которые думали о народе, о смысле жизни, о том, как сделать страну лучше, оно, к сожалению, исчезло. И боюсь, что не появится вновь. Мне кажется, что начинается игра. Это большая, долгая и достаточно серьезная партия о том, кто, когда и как будет после часа Х контролировать Казахстан. Ну, контролировать в каком плане? Будет влиять на принятие решений, потому что, в принципе, важен не столько контроль, сколько принимать решения и на них влиять. Соответственно, президент смотрит, какие силы есть, еще остались в стране, достаточно активные, чтобы вести какую-то политическую деятельность, потому что за последние, ну, как минимум, 10 лет было обрезано все, что можно было, и понять, что есть действительно люди, которые готовы взять на себя ответственность за принятие решений, взять на себя право вести за собой Казахстан или народ. Это достаточно большая редкость сегодня. Есть масса в этом еще и ограничений, как-то национальные или же языковые, но это вопрос времени и достаточно преодолимый вопрос. Думаю, что на сегодня это просто замер. Замер активности, замер способности, замер желания. Возможно, что и в рамках существующей системы будут проходить изменения. Я, в частности, имею в виду, что в рамках существующих партий будут проходить изменения. Естественно, что нужно, жизненно необходимо при жестко-вертикальном управлении государства и при уходе лидера что-то менять. И я думаю, что президент это прекрасно понимает. Во всяком случае, ну, исходя из вводных, мы имеем два варианта развития событий на будущее. Первый из которых – это появление более жестокого, более сильного лидера, который путем закручивания гаек будет удерживать власть. Второй вариант – это, наоборот, полная либерализация. Потому что, являясь единственным вообще источником власти в современном мире, это позволит удерживать Казахстан и учитывать все интересы, всех групп влияния, которые на сегодняшний день есть. Так что тут, как говорится, бабка надвое сказала. Если повезет, то будет. А если не повезет, то это все останется в рамках проекта, очередного проекта, которому не суждено воплотиться в жизнь.